Всем большой привет! Я всех очень рада видеть на своем канале. Сегодня я снимаю очередную часть видео обо всех своих раскрашенных работах и обо всех своих раскрасках соответственно. В этой части я покажу раскраски чуть меньшего размера. Не скажу, что они прям все супер маленькие. Маленьких раскрасок у меня не так много, поэтому к ним я добавила и чуть-чуть побольше, но тем не менее не А4. Давайте начнем. Первые две книжки от иллюстраторов Good Wives and Warriors в переводе на наш «Почему-то хорошие жены и войны». Никогда этого не понимала, но да ладно. Дословный перевод, но возможно так оно и есть. Ладно, не будем углубляться. В нашем издании ужасная бумага, раскраска на склейке, чуть большего размера, чем оригинал и по толщине, соответственно, меньше. И, конечно же, белая бумага, а тут у нас кремовая бумага. Давайте с нее и начнем, с этой книжки. Escape to Christmas Past. Очень люблю ее за ее формат, за ее атмосферность и, в общем-то, произведение это тоже люблю. Здесь у меня всего две картинки, насколько я помню. И они находятся рядом. Вот такие вот. Такой вот разворот, так скажем. Здесь очень хорошая бумага, что можно видеть, кстати, по вот этим вот фактурным следам от карандашей, которые я любезно решила не блендерить. Ну, вот такой вот шарик и вот такой вот олень на алом фоне. Мне очень нравится вообще вот его атмосферность такая новогодняя. И еще я добавила кусочки то ли это поталь, то ли, не помню, блестки какие-то. Ну, по-моему, просто блестки в флакончике в таком. Я почему сказала, что хорошие жены и воины, что это странный перевод, потому что, может быть, меня кто-то поправит в комментариях. Мне кажется, что они перевели дословно, то есть прям дословно, но можно было придать хоть какой-то смысл этому. То есть не прям дословно переводить. Ну, не знаю, это мне так показалось. Возможно, я не права. Так, в объеке в мир Шекспира. Здесь у меня всего лишь одна иллюстрация. Мне не нравится эта раскраска. Возможно, она бы мне нравилась, если бы я не видела, как выглядит оригинал. То есть вот та же самая Escape to Christmas Past. Если бы я не видела, как должна выглядеть эта раскраска, то, может быть, она мне нравилась больше бы. Здесь у меня только такая картинка одна раскрашена. И на фоне у меня акварель. Она бумагу покоробила, но, в общем-то, сильно не протекла. Чем я, ну, наверное, довольна. Все-таки здесь у меня больше ничего нету. Хотя, безусловно, рисовка этого автора мне импонирует очень даже. Дальше вот такая вот иллюстрация «Зима в лесу». Это, наверное, вообще единственная раскраска в моей коллекции, которая вот такая вот прямо детская максимально. У меня нету раскрасок по номерам. У меня нету вообще детских раскрасок практически. Ну, смотря что считать детскими раскрасками. Вот единственная вот она. Я заказывала как-то на лабиринте дочки раскраску про лис. Вот этой же серии, по-моему. Не помню, как называется. Где лиса. Везде. И вот наткнулась на эту раскраску. И она мне просто понравилась. Вот прям, как сказать, просто вот понравилась и все. Я думаю, закажу себе. Пусть будет у меня одна такая вот раскраска, в которой можно вот сесть и за один вечер там раскрасить. Не знаю вообще, буду ли я этим заниматься. У меня маркеры есть. Возможно, попробую как-нибудь немножко поразвлекаться с такой раскраской. Она пока что у меня новая. К слову, о детских раскрасках вот такая. Вот у меня есть от Хатбер уютный мир, но я не знаю, детская она или нет. Тут стихи, в общем-то, на соседней страничке. И здесь я крашу маркерами как раз-таки, потому что она, можно сказать, односторонняя. Здесь у меня была доработка цветными карандашами. Сейчас я поближе покажу. Но она не совсем, наверное, детская. Здесь такие уже более сложные иллюстрации, мне кажется. Хоть и стоковые. И вот такая вот картинка. Это без доработки, просто маркеры. Это моя кошка. Цвет прям один в один, как у моей кошки. Здесь все. Больше здесь ничего нету. Но она мне нравится. Несмотря на то, что она такая немножко зендудловая, все равно она очень даже приятная, милая и атмосферная. Рождество. Здесь у меня один недоделанный вип, который я начинала в Рождество. И недоделала. Мне не понравилась бумага. Ну, хотя здесь, в общем-то, можно было бы взять какие-нибудь карандаши получше. Я здесь использовала карандаши Artex. Они прямо вообще не хотят наслаиваться на эту бумагу. Поэтому я бросила это дело. Ну, надо при случае, конечно же, закончить эту картинку. Она очень милая. Здесь больше ничего нет. Вообще сама раскраска мне очень нравится. И даже вот эти вот по бокам типа узора меня не смущают. Как я уже говорила, я их, ну, не то чтобы люблю, но при случае крашу. То есть меня даже вот в этой огромной раскраске от HBO не смущают рамочки. Потому что многие прям плюются, что зачем они там нужны. Мне кажется, без них было бы как-то пресно. Дальше у меня три раскраски серии сюжета для акварели. Еще я знаю, есть с китайскими мотивами какая-то. Но она что-то меня не очень впечатлила. Пока что вот довольствуюсь этим. В этих книжках у меня всего по одной картинке раскрашено. В любимых животных у меня зайчик, в общем-то, раскрашен. Который я уже, наверное, сто раз показывала. Я его давно раскрашивала. Вот такой вот. Здесь у меня акварельные мелки. Причем все. Я вообще акварель здесь не использовала. Ради интереса. Просто хотела посмотреть, как это будет выглядеть. Вроде неплохо. Так скетчево получилось. Дальше сюжеты для акварели. Чудесные цветы. Здесь у меня тоже одна картинка. Здесь я пробовала гранулирующую акварель от Белых ночей. Тоже без абсолютно, без какой-либо доработки. Даже гелевую ручку не использовала для... А, использовала вру. Вот здесь вот, на этих тычинках. Почему тогда я не обвела листочки и сами лепесточки? Хотя бы на светлых местах странно. Ну, ладно. Перетемнило, конечно. Но мне нравится. В итоге, как получилось. Манящее море в предыдущем. Или не в предыдущем. Ну, в общем, недавно у меня выходило видео на канале, где я показывала картинку, которую недавно завершила в этой книжке. Эта книжка у меня была не тронутая по сравнению с другими. В отличие от других двух, которые я сейчас показывала. И я ее начала только вот этим летом. Вот такую картинку я раскрасила. Здесь у меня тоже гранулирующая акварель на небе. Это была не очень хорошая идея, на самом деле. Потому что мне в итоге не нравится. Хочется как-то более равномерно, чтобы фон был, наверное. Небо конкретно. А внизу у меня индиго и какая-то из белых... Ой, из ладоги. По-моему, это изумрудная цвет. И гуашь. Вот для этой пены. Белая ручка гелевая. Так. Симфония милых животных. И вот в этой книжке у меня ни одной работы. Очень-очень меня это угнетает. Потому что книжка безумно мне нравится. У меня был один печальный опыт с Канока. Я раскрашивала распечатку на бумаге. То есть на отдельном листочке распечатку из ее бесплатных иллюстраций. И я не знаю даже, как это... Может быть, мне не повезло с картинкой. А может быть, Канока не мой иллюстратор. Ну, как бы проблема в том, что мне очень-очень сильно нравятся ее иллюстрации. Они прямо... Ну, я не знаю, что толку объяснять. Все, наверное, понимают, насколько они милые. И вот хочется, конечно, научиться разукрашивать Канока. Но все, никак не подступлюсь. Так. Вот эта книжка у меня есть, получается. И вот такая вот еще. Это Минуэт. Если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. Я на самом деле не сильно разбираюсь. Это вообще единственная книга, которая у меня есть из этих двух Минуэт и Рапсоди. Не знаю, как она называется в оригинале. Здесь нигде не написано. А, Минуэт. Вот. Минуэт. Значит, я не ошиблась. В общем, вот такая вот. У меня такая склейка не очень надежная, как будто бы. Вот такая вот еще у меня есть книжка от Канока. И вот прямо только вот смотреть, листать и любоваться. Никогда я не решусь, мне кажется. Что-то здесь испортить. Ладно. Надо будет как-нибудь решиться. Вот такие вот у меня две книжечки. Дальше раскраска от Риты Берман. Это моя единственная книжка от Риты Берман. Мне очень нравится этот иллюстратор. Я люблю картинки в этой книжке, но не настолько, чтобы покупать всю коллекцию. Но мне, в общем-то, достаточно вот этого сборника. Конечно, безусловно, мне очень нравится, как раскрашивает сама автор в книжках своих. Ну и самой мне тоже, в общем-то, нравится раскрашивать. Когда-то, когда я только смотрела обзоры и видела на каналах многих книжки Риты Берман, не понимала восхищения, вот честно. Потому что считала эти книжки детскими. Но вот как-то, не знаю, потом немножко переосмыслила свое мнение. И все-таки поняла, что это очень даже интересно, увлекательно. И это можно супер красиво раскрасить. Наверное, вот когда я уже начала смотреть, как красится Мария Теберман. Отличная реклама, кстати, на своей страничке. И когда я увидела это, я прямо вообще очень сильно вдохновилась. Заказала и с нетерпением ждала эту книжку. И никогда больше даже мысли у меня не было о том, что это какая-то детская рисовка. Здесь вот такая картинка. Это была первая раскрашенная картинка в этой книжке. Ой, мне так нравится, как я здесь стол нарисовала. Ну, в общем-то, вот эти все баночки были в воздухе. Я им сделала полочку, сделала им синюю кухню. И посадила их всех, закатала. Короче, вот такая вот яркая, сочная летняя картинка. Также здесь есть из осеннего раздела иллюстрация. Вот такая вот на границе, прям которая здесь уже зима начинается. Как всегда, я не могу раскрасить ровно и красиво картинку, чтобы не заляпать соседнюю. Ну, здесь такой монохром, сильный прям монохром. Аж даже рябит немножко в глазах. Но палитра мне нравится. Я довольна. Вот такая картинка. Это мы раскрашивали по палитре. Зимняя иллюстрация. Насколько я полагаю, это разворот. Но я уже, наверное, сейчас даже не вспомню, что за карандаши здесь использовала. Здесь много индиго я вижу. Здесь есть какой-то помпейский, наверное, красный. Тоже из полихромосов. Точно помню, здесь есть какой-то дроуинг. Только где он, не вижу, наверное, вот тут. Но я, на самом деле, не очень люблю по палитре раскрашивать. Мне кажется, получается как-то ограничено. Да, само за себя говорит, что по палитре, то есть ты ограничен как бы в цветах. Но, тем не менее, вот эта вот картинка мне очень-очень даже нравится. Она получилась довольно-таки атмосферной, несмотря на то, что здесь ограничена она в цветах. Так, здесь все. Да, немножко пробы было чего-то. Все в этой книжке. Дальше вот пойдут книжки уже чуть-чуть побольше. Но, тем не менее, они небольшие. Это вот корейская раскраска с портретами. Здесь у меня одна картинка раскрашена. Сейчас. Вот такая вот иллюстрация. Раскрашивала на 8 марта. Мне нравится все, наверное. Ну, за исключением портрета, я учусь его пока раскрашивать. Он мне здесь не нравится. Фон тоже какой-то тяп-ляп. Непонятно что. А так, в целом, наверное, в сочетании все это неплохо смотрится. Дальше сразу три книжки вот взяла, потому что они у меня все не начатые. Это «Волшебный мир мифов Ильи и Саулов». Вот тоже, кстати, к слову о детских раскрасках. Здесь что-то среднее, наверное, между детскими и взрослыми иллюстрациями. Потому что здесь все-таки мифология. Наверное, это не совсем детская тема, но я могу ошибаться. Смотря какая, наверное, да, вот так. Вот. Здесь, конечно, подкупает то, что картинки односторонние. Они все такие сюжетные, интересные. И я думаю, почему бы не взять эту раскраску. Тем более, что она прошита. Дальше. Вот эта вот книжка. Не буду ее читать. Не выговорю, наверное, даже. Очень я давно ее хотела. Прямо вообще. У меня глаз метался просто туда-сюда, туда-сюда. Брать, не брать, брать, не брать, брать, не брать. В итоге я ее взяла и ни капельки не пожалела. Но еще пока что здесь ничего не раскрасила. Она просто потрясающая. Она прямо вот максимально азиатская. Азиатская. Восточная даже, наверное, я бы сказала больше. Не то, чтобы больше, но... Вот такая какая-то культура здесь. Восточная, азиатская. И это мне нравится очень. Вот, ну, здесь еще ничего не раскрашивала. Вот эта книжка тоже мне очень-очень сильно нравится. Наряду с Конока, как я уже говорила. Здесь такая приятная кремовая бумага. Здесь практически, ну, можно сказать, что односторонняя иллюстрация. Ну, тоже я здесь ничего еще не красила. Не знаю, вот когда начну. Когда слишком много раскрасок, уже ты не красишь, а просто их рассматриваешь, мне кажется. Так, и последняя книжка на сегодня, тоже небольшого форматика. Это цветочный кот Лейланд Юли. Здесь у меня есть раскрашенные иллюстрации. Вообще, эту книжку очень берегу. Недавно брала ее с собой в деревню. Я очень сильно пожалела об этом, потому что пришлось кое-где даже спиртом тереть. Она очень красивая. Поэтому пускай она дома лежит. Здесь у меня две иллюстрации. Первая это вот такая февральская. Я ее тоже показывала в последнем видео, раскрашенную за последнее время. Здесь проколоры. Они прекрасно легли на эту бумагу. Ну, не прям прекрасно, но неплохо, по крайней мере. Потому что это карандаши, которые очень-очень капризные к бумаге. Сзади присеста была эта картинка раскрашена. И еще у меня здесь мои любимые чайные розочки. Раскрашивала акварелью полностью. Без доработки. И бумага, кстати, прекрасно с этим справилась. А все, в этой книжке все. И на этом я буду прощаться. В скором времени выйдет еще одно видео обо всех моих раскрасках, которые у меня остались. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok